Всем привет, ребят! С вами я, Мега, и сейчас мы немножко поговорим о сопротивляемости урону. Не тому урону, который у нас стандартный есть физический, которым от товара наши атакуют, а магическому там, например, огню, холоду и так далее. Но для начала нам нужно сделать эти товара, чтобы у нас, например, товаров у этих была, например, атака огнём. А потом мы уже будем делать сопротивляемость огню нашим юнитам. Для этого всего нам понадобятся вот эти четыре компонента, которых у нас есть. Это инфа-тауэр, собственно, в котором мы производим атаку по юнитам и передаём нужные нам значения в наш буллет. Собственно, буллет, который будет у нас вызывать метод дэмэдж у юнитов и передавать какие-то там значения. Собственно, класс тавра, чтобы мы могли создавать экземпляры, мы здесь настроим. И, конечно же, класс наш юнит, у которого и будет находиться наша сопротивляемость урона. Так, начнём мы, наверное, с товара. Сперва сделаем товара, а потом уже приступим к сопротивляемости у юнитов. Для начала нам нужно сделать ещё одно перечисление. Пишем паблик enum. Опс. Enum. Ну, назовём её damage type. И, собственно, нам сейчас нужно здесь перечислить типы урона, которые у нас будут. Ну, давайте сделаем normal. То есть, по умолчанию normal будет стоять при создании экземпляра данного класса. А дальше давайте сделаем fire и frost. Вот так вот сделаем. То есть, enum. Enum. Энумераторы, они идут как и эти. Собственно, как и массивы. То есть, у них есть нулевой элемент первый и второй. Ну, и, собственно, вот нулевой normal, один fire, два frost. В общем, у нас их три. Ну, так вот. С помощью свеча мы потом будем переключаться по ним и так далее. Теперь, после того, как мы сделали перечисление, нам нужно создать данное перечисление. Пишем паблик. Вписываем имя damage type. И, собственно, давайте назовем, мы ее так и назовем. Damage type. По умолчанию у нас выставится как ноль. То есть, обычно все цифры и так далее, строки, объекты инициализируются либо нул, либо ноль. В данном случае у нас инициализуется как ноль, то есть нормал. И сразу же закомментируем тип урона. Сохранили. В принципе, с товарами, паками, все. У нас есть. Теперь можно пройти в наши юнити и, собственно, настроить наши префабы. Открываем. Вот у меня есть non-target, есть target. И смотрим. Вот у нас damage type появился, выпадающий список. Раз уж и инициализирован как нормал, как я и говорил. Ноль, один и два. То есть, как в обычном массиве здесь идет. Можем сделать fire, но пока мисси-то не работает, оставим нормал. Итак, приступим, наверное, к тому, что бы делать. Так. Ну, вообще, для начала я хотел бы еще сказать такую штуку, как... Я не силен в е-нумераторах, как ими особенно пользоваться. Ну, я знаю, свечом можно ими пользоваться. Поэтому мы возьмем его. Если кто-то знает, подскажите мне, как лучше всего пользоваться е-нумератами. Итак. Сделали. Теперь можем настраивать, собственно. И теперь нам нужно сделать сам функционал. Идем мы, наверное, в bullet сразу же. Да, наверное, пойдем в bullet. Давайте пойдем в bullet и создадим еще одну переменную. Переменную, которая будет принимать, собственно, вот это вот значение, которое у нас находится вот здесь. Вот эти вот значения и будет принимать. Назовем мы его idDamageType, наверное, и инициализируем как ноль. То есть, ну, можно инициализировать как ноль, потому что у нас есть нулевой объект. И вообще стоит лучше как ноль и инициализировать. После чего идем в инфотавр. Идем в нашу атаку, собственно. Вот у нас атака в одну цель где. И здесь где-нибудь давайте передадим. Возовем наш bullet. Так. GetComponent. Также bullet. Обращаемся к компоненту bullet, собственно. И находим idDamageType. Вот он. И ему мы присвоим, идем в наш value, где хранится тип. И DamageType. Вот она штука. Но просто так нам присвоить нельзя, так как не получится. Потому что мы пытаемся присвоить тип одной переменной другому, где разные типы у нас. Где у нас idDamageType имеет типа int. А наш dmg, наш dmgType имеет тип наш собственный, dmgType. Поэтому, чтобы присвоить идентификатор данной переменной, которая вот она, в ней мы будем хранить. Нам нужно сделать следующее. Жмем точку и вызываем метод getHashCode, который, собственно, в свою очередь нам вернет идентификатор текущего значения. То есть, если у нас будет стоять normal, он вернет нам 0, как я говорил. Если fire вернет 1, и frost вернет нам 2. То есть, как в обычном я говорил, как и в массиве идет перечисление. 0, 1 и 2. Собственно, вот эти идентификаторы, getHashCode нам и вернет. Сделали. Все, собственно. Копируем. Идем туда, где мы атакуем в AUE. И вставляем. Все это дело сохраняем. И все, собственно. Теперь идем в bullet. Сама переменная у нас есть. Здесь есть вот, где мы атакуем в таргет. И вот здесь мы атакуем... Да, здесь мы атакуем в no target. Есть вот метод damage, который мы вызываем при нанесении урона. И нам нужно, собственно, этот метод сейчас изменить. Теперь переходим к юниту. Нам сделать нужно этот армор. Можно сделать двумя способами. Первый. Это как у нас стандартный армор есть. У нас есть... То есть, у нас есть какой-то стат армора. И есть процент сопротивляемости. Данный процент вычисляется от данного стата. То есть... А можно сделать просто одной переменной и присвоить какое-то значение определенное ей. Мы, наверное, так и сделаем. Опускаем чуть ниже. Public. Наверное, сделаем float. Давай resist fire. Вот так назовем мы ее. И по умолчанию данный resist будет у нас... Вот сейчас наступает такой момент, когда нужно решить. Мы будем использовать как в юните и как все используют. То есть проценты это от 0 до 1. Либо будем использовать, как обычно, от 0 до 100. Ну, наверное, от 0 до 100 будем использовать. Чтобы лишний раз мы не умножали на 100 потом. Давайте возьмем 20... Давайте сделаем стандартно 20% будет resist по умолчанию. После чего... Армор нам, собственно, инициализировать не нужно. У нас по умолчанию он уже инициализирован. В damage type нам, собственно, нужно добавить еще одну переменную. Помимо апдейта... Нет, апдейт мы просто сместим. И после урона мы добавим... Переименная типа float. Damage type. Вот так вот. Все, в принципе, сделали. Теперь можем, собственно, свободно передавать туда третий аргумент. Так, вот у нас есть первый метод. Мы передаем наш урон. Вот здесь мы передаем наш id damage type. Добавляем третий аргумент. И где мы атакуем в ауе? Здесь мы тоже добавляем данный аргумент. Все, собственно. Теперь у нас все есть, все готово, все настроено. Теперь мы можем свободно выбирать... Какой-то из типа уронов. И он у нас будет передаваться. Давайте возьмем fire. Он уже у нас передается к юниту. Все, у нас доходит. Теперь нам нужно сделать, собственно, чтобы урон наносился именно от него. Давайте сделаем тот самый switch. Пишем switch, собственно. Куда мы сюда принимаем нашу intовую переменную damage type, которую мы передали в аргументе. И, собственно, кейс... Кейс 0 это стандартная. Поэтому мы берем вот эту вот конструкцию, которой мы наносим урон, и вставляем ее сюда. Отсюда ее можно удалить. Не забываем прописывать break после каждого кейса, как обычно. И вписываем кейс 1. Единица. Единица это у нас fire. Давайте еще раз глянем. Да, fire 2 frost. Fire. Давайте сделаем для fire. Берем текущий хп, конечно же. От него мы отнимаем. А теперь нам нужно отнять... Ну, давайте возьмем, как обычно. Берем наш damage. В принципе, можно было вот это вот все скопировать. И все. Открываем... Стоп. Парабел. Открываем скобки. Открываем еще одни скобки. Берем наш damage. Делим мы его на 100. И умножаем на количество сопротивляемости. В нашем случае это 20. Resist fire. Впишем здесь resist fire наш. И, собственно, все должно прекрасно работать. Хразу же, наверное, сделаем округление до ближайшего целого числа. Так. Math. Math round. Оп. Это у нас метод. Нужно его в скобочки поместить. Вот так вот. Ну, как обычно. Мы используем... От нашего урона мы отнимаем процент. То есть... На 20% должно меньше урона нанести в нашем случае. Поэтому мы берем текущий damage. Делим на 100. То есть получаем коэффициент. И умножаем на количество сопротивляемости. И в процессе этого вычисления у нас получается то самое число. То есть у нас получается 20%. Потом мы от текущего урона отнимаем эти 20%. Округляем до ближайшего целого числа. И потом отнимаем то, что получилось от нашего хп. Собственно, вот так это здесь все и работает. Собственно, по идее у нас уже все работает. Теперь нам осталось... Что нам осталось сделать? Да, вроде ничего. Давайте запустим. И, собственно, проверим. У нас где наш damage 10? 20% с 10.2, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, поставим tower. Tower стоит. Сейчас появятся юниты на 10 секунде. И пошли. Вот они вот. 62. Да, 20 это... 2. То есть 8. От 10 отнимаем 2. Получаем 8. Наносим мы по 8. Давайте 10 сделаем. И проверим точность работы. Сейчас у нас урон должен наноситься не по 8, а по 9. То есть у нас должно быть сейчас 61. Как я понимаю, после первого удара tower у нас должно у юнита хп остаться 61. Смотрим, 70 хп. Бах 62. Что-то не то. Фаер стоит. Фаер стоит. Фаер стоит. Да, интересно. Давайте, собственно, посчитаем. Есть канкулятор, чтобы просто не думать, в чем проблема тут. Так, берем наш урон. Делим его на 100. Получаем наш коэффициент. Умножаем на 20. Скорее всего, у нас... Боже мой, я запутался уже. У нас есть 10. 10 демаджа. 10 демаджа мы делим на 100. Получаем коэффициент 0.1. Умножаем на количество армора. Это у нас сопротивляемость. Это 10. И у нас 1. У нас, в принципе, все правильно. Но, скорее всего, это потому, что мы округляем для ближайшего целого числа. А, там, может быть... Ну, в принципе, числа все нормально идут. Угу. Тогда я не знаю, в чем проблема. Так. Демадж 10. Давайте посмотрим префабы юнитов. Просто у префабов может быть немножко кое-что не так настроено. Resist 20. А, собственно. Ёлки-палки. У нас resist 20. Мы сделали вот здесь. Вот. И у нас все правильно работает. Просто я немножко не доглядел. Когда мы изменяем текущий код. Вот. Мы инициализировали здесь перемену изначально как 20. После чего мы скрыли. У нас все перекомпилировалось. И в наших префабах раз уже эта переменная назначилась. После чего, когда мы изменяем данную переменную именно в коде. Вот мы в коде ее изменили. Сделали 10 и сохранили. После чего... В префабе она не изменилась. Потому что префаб является как бы... Как это сказать? Он просто сохранением как бы. Мы просто сохраняем их незначение. И при первой инициализации все статы, которые мы были, они не будут изменяться. Если вы... То есть... Они не изменятся. Если вы в коде что-то изменили. Поэтому надо за этим смотреть. Когда вы меняете в коде что-то, обязательно проверьте префабы. Чтобы там тоже все было изменено. И поэтому... Вот так вот. Давай сделаем резист. 10. И сейчас все должно быть работать правильно. И урон должен быть... У нас сейчас у юнита должно быть 61 хп после первого удара тавера. Смотрим. 70. 61. Все правильно наносится по резисту. Теперь. Идем к тавера. Делаем нормал. И здесь у нас тоже стоит нормал. По умолчанию у юнитов у нас сколько? Сколько? 10 армора. Ой, я не помню сколько там резист. Ну и собственно сейчас у нас резист появится. Сейчас дождемся. И проверим у нас работает наш свитч или нет. Смотрим 38%. 38 это 64. Все правильно. Все нормально работает. Сопротивляемость у нас работает. Теперь. Как расширить? Сделать больше видов? Например. Огнюш... У нас уже есть, да? Сопротивляемость. Типа... Холоду и так далее. Если именно урон идет. Я имею ввиду не урон, а... Имею ввиду сопротивляемость различному урону. А не замедлением и так далее. Мы просто берем... Создаем еще одну переменную. Типа float. Называем его resist frost, например. И вписываем тоже какое-то, например, значение. По умолчанию будет тоже. Давайте сделаем 10. Смотрите, что нам остается сделать. Нам нужно добавить сюда еще один кейс. Вписать и вон и идентификатор. То есть у нас есть у тавера тип урона, да? Где наш тавер? Сюда мы добавляем еще один урон. Тип урона, например. Не знаю. Magic. И у нас уже есть 4, да? Но есть нулевой. Первый, второй и третий. И вон и ид как бы 3. Magic. Мы берем, создаем кейс. Пишем его третий ид. И, собственно, вот это вот нанесение урона будет у всех одинаковое. Мы вписываем вот эту вот конструкцию. Здесь вместо resist к огню мы вписываем resist frost, например. Resist frost. И так вот. И, конечно же, не забываем делать это все break. Вот так вот добавляются различные сопротивляемости урону. Единственное, что вам остается сделать. Сейчас я вам скажу. Это настроить prefab. Так, я удалю ненужное. Настроить prefab патрона, чтобы он выглядел как огонь и так далее. Что это, типа огонь и все. Единственное, что вам остается. Это... Так. Тавер. Собственно, саму модельку тавера сделать. Также повесить на него компонент. Инфо тавер. Его настроить. Вписать ему... Ну... Ну... Выбрать нужный тип ему урона. И настроить для него отдельный буллет. Также можно создать еще один... Экземпляр буллет. И все. Настроить его, чтобы он горел там как огонь. И так далее. Ну, на этом, наверное, надо закругляться. С вами был я, Мега. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok